В подмосковном Солнечногорске продолжает работа во Всероссийском молодежно-образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События». В этом году на него съехались 350 молодых профессионалов со всей страны. Впервые участвуют школьники. Ну и всего в планах 8 смен. Подробности у Александра Перфилевой. Мы можем больше, когда мы вместе! Обучение наставников для детей с ограниченными возможностями, новые пищеблоки в школах и даже создание уникального языка. Какие только проекты будущего не придумали участники образовательного форума «Территория смыслов». Рита, например, приехала из Санкт-Петербурга. Команда называется «Объединять государство». Мы думаем над теми продуктами, которые может государство дать некоммерческим организациям и так далее. То, что нас объединяет и как мы можем сделать лучше нас, нашу страну. Форум «Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка, которая собирает молодых профессионалов из разных регионов. Я лингвист. Обучаюсь на направлении туризм. Я филолог. Тоже педобразование русской литературы. Форум проходит с 2014 года. Многие участвуют уже не первый раз. На территории смыслов второй раз. Была тут в прошлом году. В этот раз привезла своего молодого человека. Молодой человек теперь честно. Вам как? Ну, вообще мне нравится. Я не ожидал, насколько это будет насыщенно, интересно. Я очень ей благодарен, что она меня сюда затащила. Я бы один сюда, наверное, вряд ли бы поехал. На форуме восемь смен. Мыслить, помогать, творить, служить, учить, открывать и действовать. Сейчас смена под названием «Убеждать». На нее к ребятам приехал Дмитрий Песков. Дмитрий Сергеевич, добро пожаловать на территорию смыслов. Пресс-секретарь президента отметил, что умение убеждать необходимо постоянно. В другой плоскости есть государства, которые тоже должны отстаивать свою правоту. И государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту и внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать в том, что то, что делает государство, это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами. Это очень сложный процесс. Но, тем не менее, это постоянно. Это как езда на велосипеде. Это нужно делать днем и ночью. Дмитрий Песков подчеркнул, Запад постоянно нарушает международное право. При этом активно пытается диктовать свои правила другим государствам. Но мириться с этим Россия не будет. Происходит попрание международного права постоянно. Постоянно. И коллективный Запад действительно предпочитает устанавливать... Не придерживаться международного права, а устанавливать правила. И вот как раз по этим правилам и мы, и многие страны мира жить не хотят. И происходит поэтому такая ломка. Все-таки нужно нам больше тяготеть к международному праву. И здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве. Мы неоднократно, аргументированно эту нашу точку зрения отстаивали. И будем делать дальше. Участники форума еще долго не могли отпустить пресс-секретаря президента. Ну и как же без общей фотографии? За всю историю форума это первая смена, где участвуют не только студенты, но и школьники. Мы под впечатлением конкретным прям. Спасибо нашей стране за то, что вы даете такие огромные возможности детям. Это невероятно. Только второй день форума, а такое ощущение, что мы получили так много знаний, что хочется делиться опытом теперь с ребятами своего региона. Заключительная восьмая смена «Действовать» соберет лучших выпускников семей предыдущих уже 30 августа. А девиз форума 23-го года... Мы можем больше, когда мы вместе! Александра Перфилева, Егор Долинский, Андрей Мушкаров и Елена Помельникова. Вести.